Ваши аплодисменты 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 в Калининграде 4 года тому назад, но встреча была немножко позже, в 12 часов ночи. Было тоже очень интересно. Но это ненормальная встреча, потому что нет никакой книги я с собой не привез, никакой примеров нет. Новые книги, есть много новых книг. Это интересно, что женщина спрашивает первый вопрос о женщинах. Я уверен, что люди, которые говорят, что женщины, мужчины, которые говорят, что они узнали душу женщины, они все должны быть в психушке, потому что это невозможно узнать. И это хорошо, потому что это тайное, очень привлекательное, по-моему. И это интересно, чтобы это тайное не было до конца тайное. Мой папа любит мою маму, я думаю, потому что она ему всегда только часть этой тайны до конца жизни открывала. открывала. Я никогда не мог понять, почему они 20 лет с собой и так часто с собой говорят. Ночью взяли вино и пили, и говорили, мы не могли с братом спать. Все они говорили и говорили. И я узнал, что это самая важная часть любви, этот разговор. Он хотел ее узнать, она его, и до конца жизни не узнали друг друга. И в этом смысле это тайное. Я думаю, что лучше женщины хорошо, что никакие ученые, никакие психологи, никакие поэты, никакие литераты никогда до конца не узнают. У меня есть много женщин в книгах, я пишу о женщинах, потому что я думаю, что женщины – это лучшая часть мира. Извините, мужчины, но я так думаю. И у меня есть много поводов, чтобы так думать. Химия у женщин другая. Прекрасная химия, у мужчин – ужасная химия, потому что она базирует на ужасное соединение, называется тестостерон. И это повод многих проблем, многих войн, многих разводов, многих ужасных ситуаций. У женщины другая химия, она базирует на прекрасной соединении, тоже на экране монитора это соединение выглядит красиво в сравнении с тестостероном. Называется окситоцина. Знаете, его много в женщинах, в мужчинах, но немножко только. И это тоже дефинирует лучшую мужчину, женщину как лучшая часть этого мира. Я думаю, что если бы женщины были политиками, не было бы так много войн, потому что не могу себе представить, что мать послала бы на войну своего сына, а мужчинам это всегда легче. Спасибо большое. Если возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руку. Тогда я пока что задам следующий вопрос. Вы говорите, что ваши родители очень много разговаривали. Сейчас современные люди не так часто разговаривают, появилось много разных гаджетов. Как же найти этот диалог между мужчиной и женщиной, как начать разговаривать, как научиться разговаривать? Слушать, это самое важное. Я думаю, что они бы хотели разговаривать, но этого таланта слушать других. У нас нет времени. Все хотят говорить. Никто не хочет слушать. Если вы мне спрашивали, откуда я знаю женщину, немножко лучше, чем другие мужчины, я их слушал. И потом думал об этом, что они мне рассказывали. Слушивался в них. И потом можно было писать сюжет о женщине. У меня есть две дочери, они уже взрослые. И мне тоже так по счастью было, что они любили со мной говорить. Любили, любили. Потому что теперь одна живет в Амсердаме, а другая много километров от Франкфурта, где я живу. И мы не встречаем так часто. Если мы встречаем, мы очень много говорим. Это взрослые женщины, которые рассказывают разные интересные вещи о своих отношениях с молодыми людьми. Я очень много научился от моих дочерей, от женщин. Я это научился. И надо слушать. Это самое важное. Я всегда слушал. Но я нормальный. Я с нормальной семьей. У меня в этом смысле, что она не была доминирована через женщину. У меня есть брат, была мама, бабушка. Но я нормальный мужчина. У них нормальный уровень тестостерона в крови, как у всех мужчин. И все грехи, которые из этого возникают. Слушать надо. И теперь в этом мире, когда все заняты, все зарабатывают деньги, все делают какие-то проекты, теперь нет нормальной работы. Все имеют проекты. Все имеют дедлайны. Все имеют любовь тоже для некоторых есть проекты. И встреча с любимым человеком тоже есть проекты. Они подготавливают себя. И тоже есть дедлайн на это. Это немножко изменилось. Быстрее. У нас есть много разных гаджетов. У нас есть интернет в кармане. Но это никогда не можно сравнить с разговором, когда люди смотрят в себя в глаза. Я написал историю о любви, которая происходит в интернете. Но в конце концов, эти люди встречаются. Это самое важное. В интернете может начать эта эмоция, это чувство. Но оно может только происходить в реальном мире, по-моему. Я одиночество в сети, потому что эта книга, она начала мою литературную жизнь, тоже в России. Она рассказывает такую историю. Но самое важное, что это женщина, которая бросает этого мужчину, она говорит, что это только интернет. И это помогло бросить этого человека, который был очень несчастливый с этого повода. Спасибо большое. Учитывая, что... А, сейчас вопрос. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за ваше творчество. Одиночество в сети для меня на одном уровне с мастером и Маргаритой Булгаковой. Одна из моих любимейших книг, которая заставляет чувствовать, плакать и переживать вместе с героями. Спасибо огромное за эти эмоции. Я хотела спросить, почему она выбрала не главного героя, а вернулась к мужу. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что делать в современном мире? Все боятся открыть и показать себя настоящего. Как вообще... Вот что вы посоветуете людям? Как не бояться открываться мужчинам и женщинам друг к другу? Все боятся, что их поранят, что будут большие переживания. Что делать с этим? Поэтому закрытый, поэтому интернет и все остальное. И еще я хотела спросить, откуда вы берете сюжеты для ваших книг? Спасибо. Сюжеты... Я начну от конца. Сюжеты это приходить просто слушая людей, подслушивая их. Невероятные истории люди рассказывают, когда я на поезде. Вы тоже имеете такие чувства, что вы в поезде, в купе, и там люди рассказывают такие вещи, которые бы не рассказывали своей жене, жене или своим родным. Потому что они уверены, что я выйду из этого поезда на следующей станции и никогда этих людей не встречу. Я использую эту психологию. И всегда, если что-то мне рассказывали, у меня есть всегда диктофон или что-то, ручка, чтобы записать это. Это реальные истории. Мне трудно писать литературную фикцию. У меня есть проблемы с этим. От начала мое литературное творчество, и всегда у меня были проблемы с литературной фикцией, потому что я ученый. Четыре дня на работе в институте пишу компьютерные программы для химии, которые не имеют много с эмоциями. Но есть эмоция, когда компьютер не делает, что я бы хотел, я кричу на него. То есть эта эмоция, она не в том смысле, я думаю, теперь о эмоциях. Эти сюжеты приходят просто. То есть что-то нибудь случает. Например, «Бикини». Это книга, которую я люблю, которая была и есть, может, есть еще она. Это книга любви во время очень тяжелого времени. Война есть всегда. Любовь имеет другую динамику во время войны. У нас нет времени, чтобы встречаться. Это должно происходить очень быстро, потому что, может быть, завтра у нас уже не будет. Это история, которую мне подсказал режиссер фильма «Одной ночи в сети». Он хотел сделать фильм о бикини, о здоровье, на котором американцы сделали атомный тест в 1946 году. И попросил мне, чтобы я написал сценарий. Как я начал это исследовать, я думал, что девочки в бикини на бикини – это очень ужасный проект. И я ему сказал, да, я напишу это, но это начинается во время бомбардировки Дрездена. Он забыл в этом проекте, потому что денег на бомбардировки Дрездена в кино не было. И так он мне подсказал эту историю. Потом есть роман «Гранд», который тоже есть, я думаю, здесь. Это история гостиницы, не гостиницы. Это история людей, которые случайно встречают на одной выходной в гостинице «Гранд-хотел» в Сопоте, недалеко Гданьска. Я вхожу в комнаты этих людей, показываю их жизнь на фоне истории этой гостиницы, невероятной истории, в которой был Адольф Хитлер в 1939 году. Как я работал и подготовился, чтобы написать эту книгу, я был в многих архивах в Германии. Я получил счет Адольфа Хитлера, когда он там спал в этой гостинице. И мне это помогло. В трех комнатах в этой гостинице. Я приехал посмотреть, как в начале Второй мировой войны. Там были все важные люди, и Деголь, и Фидель Кастро, и ваша Пугачева, и Владимир Владимирович Путин. В той же комнате, в которой спал Адольф Хитлер. И в которой, Дегольф, и это три комнаты, они теперь называются Дегольф Суит, потому что Дегольф тоже спал в этих трех комнатах. Очень интересная история этого гостиницы. Но на фоне этой истории я показываю судьбы случайных людей, любовниц, которые там приехали. В гостинице происходит много. Мужчины в гостинице другие, чем они дома. Это мы все знаем. Я жил в моей жизни больше 2,5 тысячи гостиниц. Потому что для моих проектов научных я очень часто путешествую в Америке. Иногда я три раза в месяц. У меня не кончится джетлэк. Он просто есть иногда месяц. Я был в гостиницах, и жизнь в гостиницах очень интересная. Я придумал этот ответ тоже на вопрос. Как показать жизнь в гостиницах? Люди изменяют в гостиницах. И Гранд Хотел я выбрал с повода истории этого. Потом есть книга, которая называется на Фейсбуке с сыном. Это история, это разговор моей мамы, которая умерла в 1977 году, когда нормальных телефонов в Польше не было. Интернета тоже нет. Но я думаю, что если она бы жила, она бы имела профиль на Фейсбуке. Потому что я ее скучаю. Я ее очень любил. Она меня очень любила. Я ее потерял, как я был молодым человеком. У меня было чувство, что я не хочу многих разговоров с мамой. Я бы хотел, как взрослый человек, старый человек, спросить вопросы, которые я не мог. Но я ее послал в ад. Она в ад. И она говорит, что я ее послал в ад. В ад, потому что где она могла бы быть? У нее были три мужа. Но в небо бы ее не взяли. Что бы сказали эти соседки, которые бегали до костела каждый день два раза. Если бы она была в небо. Но она есть в аду. И там встречают невероятных людей. Так случилось, что вчера был день рождения моей мамы. Она родилась в Берлине. И родилась в день рождения Адольфа Хитлера. Это невероятная история. И как не написать книги об этом? Книга начинается от вечеринки с повода дня рождения Хитлера. В аду. Хитлер – это селебрити. Это самый главный человек, который там... И я рассказываю, это сюрреалистичная история. Но очень эмоционально, потому что она встречает разных людей. И Кинсиа, и Кенни Диего, и Мерлин Монроу, и Боттичелли. Интересную жизнь ведет моя мама в аду. Это была тоже... Но это история о любви сына и мамы. Я просто заскучал, и один день подумал, что может быть этот разговор продолжать? Такий сюрреалистический. И она пишет такой монолог со мной. Я не отвечаю в этой книге. Она пишет с этого. Есть разные ситуации происходят в жизни, которые генерируют материал для нового сюжета. Это, я бы сказал, 90% – это реальные истории. Истории жизни людей, женщин, мужчин, детей, людей, которых я любил, ненавидел, которых я... Для меня есть авторитет. И я использую их истории. Потому что фикция, литературная фикция кончится. Здесь есть граница этой. Но нормальная жизнь такой границы не имеет. Можно просто использовать это. И мне лучше. Потому что я знаю, что это случилось. Это реальная история. Я только рассказываю об этом. Это был очень долгий ответ на вас. Короткий третий вопрос. Первый вопрос. Что делает... Почему женщина, героиня, безымянная, в одиночестве в сети решила так, как решила. Она решила так, как решила, потому что это реальная женщина. Я только описывал эту историю, который... Этот роман, который происходил между героем... Между другим... Якубом, главным героем Еею. Я принимал участие. Я был... Я следил... Был следить... Я следил этот роман. Потому что я дружился с нее и с ним. Как была премьера фильма о одиночестве в сети. В кино мы были вместе. Никто в Польше не знает, кто она есть. Где она живет. Но эта история так и окончилась. Окончилась она с этого повода, что, как я сказал, это только интернет. Они встретились только один раз. В этой гостинице в Париже. Но потом они в реальной... В реальном мире не встретились. И она не хотела бросить всего. Потому что, может, не было там огня в этой любви с мужем. Но было немножко. Но теперь все бросить. И бросить себя в руки другого мужчины, который она знала только с интернета. Она не хотела это сделать. Женщины так делают. Они просто не хотят бросить всего. И пойти с другим. И она очень... Несчастливым его сделала с этого повода. Но, может быть, это первое место в России, в котором я это буду теперь рассказывать. Я эту книгу написал 16 лет тому назад. Она была издана в Польше. В 2001 году. Потом в Россию она пришла в 2005. Что уже 12 лет в России. И мне много издателей всегда просили, чтобы я написал продолжение этой книги. А русские это каждый раз мне просили. Деньги мне давали. Много денег, чтобы я написал «Одиночество в сети 2». И я всегда отказывал. Теперь из 16 лет от издания этой книги. Сюжет этой книги происходит в 1996-1997 году. Герой не родился сын. Никто не знает, кто отцом этого сына. И теперь я решил написать продолжение «Одиночество в сети». 20 лет, 16 лет ждал за это. Потому что были другие романы, которые я написал. Они были для меня важные. Но теперь я решил, потому что этому сыну теперь 20 лет. Это будет история его любви с точки зрения этого сына в мире другого интернета. Нет диск этих, нет ICQ. Теперь WhatsApp, Instagram, Viber. Я хочу показать, сравнить интернет 20 лет тому назад, как я писал эту книгу. И теперь. И тоже показать современную любовь. И ответить на второй вопрос в этой книге, который вы рассказывали. И почему люди теперь, их отношения в этом мире интернета по-другому. Что они не хотят рискировать. Как мама этого героя. Вторая часть «Одиночество» это не вторая часть. Это продолжение. Это не «Одиночество в сети 2». Это продолжение «Одиночество в сети» с точки зрения. Но это продолжение будет много рассказывать о первой части. Все герои с этой части. И Дженнифер, и она, и он. Они будут все в этой... И муж этой герои не будет в этой новой книге. И это серьезно. Я уже подписал договор с издательством в Польше. Мне теперь не можно. Еще не подписал договор на перевод на русский язык. Но это только... Но только надо это сделать. Но эта книга должна быть в Польше. Не надо послать манускрипт до июля 2018 в Польшу. В ноябре 2018 эта книга будет на польском. Я думаю, что параллельно переводчик русский будет работать с моим текстом. Я думаю, что в конце 2018 года будет продолжение «Одиночество в сети». И вы первые люди, которые мне об этом рассказывают в России. Это ужас. Они там переводили за это просто... Но это из визии режиссера. Я не писал сценарий. Они только получили право написать сценарий моей книги. В 2006 году, премьера этого фильма, много людей пришло в кино. Но 85% этот фильм не нравился. И я знаю об этом, потому что они не писали до режиссера, только до меня. Потому что режиссер... Официально никто не знал его адреса электронной почты. Все критики приходили только до меня. А я не виноват. Я просто дал свою книгу. Ничего с этим фильмом не влиял на этот фильм никак. И 10 лет после этого я начал разговоры с продукционной фирмой, которая будет делать сериал для вашего канала «Россия-1». Четыре серии фильма «Одиночество в сети» каждые 52 минуты, 8 минут, я думаю, на рекламе. Я не понимаю этого формата. Почему 4 или 52 минуты, но может быть так 8 минут на рекламе для «Коронава Россия-1». Интересно в этом проекте есть, что продукция этого фильма, этого сериала, делает компания, которая называется «Стармедиа». Может быть, вы слышали об этом. Но она находится в Киеве, на Украине. Что украинская компания делает фильм для русского государственного канала. Это очень интересно, мне это нравится. Но проблема есть в том, что сценарий пишет русская сценаристка, женщина. Будет русский режиссер, главную роль, женскую главную роль. Уже есть, они решили, кто будет играть. Есть такая актриса, которая мне невероятно нравится. Как женщина тоже. Она называется Светлана Ходченкова. И это интересная, она будет играть главную роль. Но мужскую главную роль будет играть поляк. Польский актер, он будет делать кастинг. Ходченкова без кастинга. Но он будет, поляк будет выбран после кастинга на эту роль. Проект бежил, и было все хорошо. Я получил уже деньги. Невероятно, то есть, невероятно, чтобы за право. Но теперь немножко все медленно происходит с поводу ситуации, которая теперь есть на Украине. Как они подписывали договор, Одно евро было 8 гривен, теперь есть 32. Что все бюджеты четыре раза дороже. И немножко работа над этим фильмом, немножко медленно происходит. Я думаю, что в конце 17-го, может быть, будет первая версия. И в 18-м, было бы красиво, если бы этот фильм совпадал с премьерой. Мое второе продолжение одиночества. То есть, это такие две информации, которые я бы хотел сказать об этой невероятно важной для меня книге, которая начала мою литературную жизнь и в России, и в Польше, и в России. Она издана на 18 языков, на вьетнамский тоже. И вероятно, они в Вьетнаме любят, как мы. И то же самое вопросы, что любовь из универсальный язык, независимо от культуры, от менталитета, от религии, от географии тоже. Она издана и на вьетнамском, на китайском, на альбаньском, на украинском, на ультурском, на многих-многих языках. Только на немецком нет. Потому что я сделал все, чтобы моих книг в Германии не было, чтобы не смотрели на меня, как на автора бестселлеров, как нормального коллега, с которым можно покурить там. И в Германии моих книг еще пока нет. Но это не проблема для меня. Я в других странах их издаю. Я думаю, что я ответил на ваши вопросы. Еще один? Да, очень маленький вопрос в дополнение. Главная героиня, которая на самом деле существует, не жалеет об этом выборе, что она не рискнула? Она счастлива или несчастна? Я не хочу вам рассказывать, что будет... Просто сказать, что это решение было несчастливо. Она разведана с этим мужем. Это было плохо. В перспективе отношений этих двоих людей. Она не пошла за любью. Она пошла за... Не знаю, как это назвать. Она обещала этому мужчине быть. Очень часто... Это главная проблема. Мы встречаем других людей, важных людей. И как есть промысл на обещание? Обещание. На обещание. 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 В конец в конце концов, они разведились с этим мужем. У меня есть регулярный контакт с этой женщиной. И с этим мальчиком. Но уже не мальчиком. Спасибо огромное. Очень интересно это я. Спасибо. Еще вопросы? Добрый день. Мне очень нравится, как вы отвечаете так честно, и даже иногда возникает мысль, может быть, что-то бы стоило и скрыть. Но у меня такой вопрос, касающийся вашей биографии. Вы сказали, что вы химик, но когда вы почувствовали в себе литературный талант, и что было вашим первым произведением? Как вы это почувствовали, как вы поняли, что вам надо писать? Спасибо. Мне трудно сказать, что я химик. В моей жизни мне так случилось, очень так случилось. Я магистр физики, я окончил физику на университете, потом сделал кандидатскую работу по информатике, если я кандидат информатики, а потом сделал докторскую работу по химии, что я доктор химии. То есть так немножко много, так не просто случилось. Мне надо было, мне было интересно быть информатиком, потом начал писать программы для химии, 11 лет изучал химию. Я продумал, что докторскую работу надо об этом сделать. Как я сделал эту докторскую работу, это очень, я не знаю, люди, которые из университета знают, что это много работы сделать, докторскую работу. Специально, если ты работаешь в университете, у тебя 8 часов, чтобы это делать, это можно пережить. Но если ты работаешь для корпораций, для большой фирмы, которая не из университета, и делаешь вечером свою докторскую работу, это значит, что твоя жена тебя не видит. И твоих детей тоже нет. И это было плохо, потому что я так был занят этой кандидатской работой. Это есть ответ, я дойду до конца, и вы понимаете, что это есть ответ. Что я не только своей жены не часто видел, но и своих детей тоже не видел. Моих дочерей. Это плохо. Я не читал им сказок. Я был так занят своими алгоритмами, эгоистично, эгоцентрично своими. Я думал, что я делаю это для моей семьи. Он должен быть гордиться папой, который есть доктор. Ничего это мне не принесло. Абсолютно ничего. Потому что надо, мужчины, надо читать сказки детям. Они так быстро вырастают из этого. Теперь мои дочери слушают сказки от других мужчин. Они не хочут теперь слушать сказки от папы. И эти мужчины говорят, рассказывают прекрасные сказки, я думаю, они не ожидают этого. Но я проспал в этот момент, когда мне надо было им читать, сама им читать сказки. И с этого повода, что я получил эту докторскую работу и был на этом пике счастья и гордости 5 минут в моей жизни. Мне стало очень грустно после того, как я советовал пика сошел и подумал, что я потерял по дороге до этой докторской работы. И в этом грусти я начал писать и научить все сети. Мне было просто абсолютно грустно. Я не хотел пить много. Я не хотел ходить в психотерапию, потому что не открывать свои кабинеты, как я не хочу говорить. Я бы хотел ночью говорить, а он не закрывает кабинеты. Я подумал, что дешевле будет, если я напишу книгу. Почему мне платить за один час разговора, во время которого этот человек или эта женщина спрашивает два вопроса в 80 евро? Если я могу эти вопросы себя спросить и думать о своих эмоциях, о том, что происходило внутренне, о этой грусти сам и писать об этом. И это мне помогло. Я так начал писать эту книгу, как химик, информатик и физик. Я написал, что у меня грустность была очень. Я против этой грусти и в этой грусти написал очень грустную книгу, с поводу которой много людей плачут, слезы. Она была бы по-другому, если бы я был счастлив. Ей бы не было, если бы я был счастлив. Счастливые люди книг не пишут. Они заняты своим счастьем. Если бы не было несчастья, не было бы Гетегу, не было бы Вашего Есенина, если бы не было бы других, не было бы германских романтик. Я никогда этого не забыл. Никогда. И потому это физика, потому это химия, потому это, чтобы не быть политиком. Чтобы ничего в этом смысле не писать. Я знаю, что без политики, мы с политиком, политика нами вертит. Но я о политике не пишу, о чувствах. В этом смысле пишу. И так началась эта история. Я писал до своего электронного ящика в Франкфурте на майне эту книгу. Два года. В 1997 и в 2006 году. Но не было плана, чтобы эту книгу издать. Это очень трудно мне было. Я не думал, что какое-то издательство в Польше будет издавать книгу какого-то там Вишневского, который живет в Германии. Он химик, информатик, никакой литературной биографии. Но так случилось. Была констелляция разных событий, что они издали. В начале отрывок этой книги, которую я немножко вина попил за много и послал до моего друга. И он работал, он был критиком литературным. И чтобы зарабатывать больше денег, он был литературным консультантом очень важного журнала, который называется Playboy. Так началась история одиночества в сети. Я ему послал отрывок, на другой день я хотел это потом забыть, как я уже был, вина в крови не было. Но они попросились, и они бы могли опублицировать отрывок этот. И так началась эта история. Они бы опублицировали в номер из апреля 2002 года, после такой красивой женщины, которая не была комплектно обличена, появился отрывок этой книги, и потом он мне просил, чтобы я издал и дописал каждую неделю, и в конце концов они издали эту книгу. А потом две женщины из издательства «Азбука» из Петербурга приехали в 1925 году на книжную выставку до Варшавы, и у них не было времени, и им лучше было ходить по магазинах и куповать в Варшаве разные вещи. Но они подумали, что надо с этой книжной выставки что-то нибудь привезти с собой для издательства. И вошли в такой магазин, как «Буквоед», такая сеть магазинов, у нас называется в Польше «Эмпик», и взяли, что там было на бестеллерных листах, первую книгу. И это, в счастье, это была моя книга. И привезли здесь, в Петербург, и издали эту книгу, подписали договор с польским издательством, и так же я, и теперь я есть четвертый раз в этом магазине. Это моя литературная жизнь в России. Теперь я тоже мне издают в другом, таким, вы же знаете, в большом городе, называется Москва, издательство АСТ. Но так-то это началось, я так просто рассказываю. Это ночью, в ночи люди рассказывают же вещи, которые они рассказывали, где они, может. Так это началось. И хорошо. Потому что потом мне начали приглашать в Россию. Первый раз я был в Москве, никогда не был в Советском Союзе. И первый раз приехал в Россию в 2007 году. Я как не просто в Советский Союз не был интересен для меня. Потом, как вы начали эту перестройку, тоже не было интересно. Потому что у нас была перестройка, я знаю, как и хаос там есть во время этого. С повода книги, в 2007 я первый раз приехал. Потом меня приглашали только Петербург, Москва. Петербург, Москва, это не Россия. Я сказал один раз, АСТ я сказал, я не приеду, потому что вы мне только в Москву и Петербург. Потом меня послали в Хабаровск. И это было красиво. Восемь часов полета, минус 30 градусов. На Амуре вода было так 3 метра. Просто теплые люди. Просто невероятная встреча была. А потом мы полетели, как уже были так далеко, мы полетели в Новосибирск. Потом меня послали в холодные части России. В Урманьске тоже был. Тоже открывать книжный магазин буквоеда. Был в Архангельске. Было очень-очень холодно. Первый раз в жизни мне надо было купить шапку. Потому что ветер был так, и невероятно люди теплые. И теперь в моей жизни без встречи с моими читателями в России я не могу себя представить. Я 30 лет не говорил на русском. До 2007 года. И это было для меня важно. В начале, может, некоторые, которые были, помнят, что всегда со мной вы переводчики. И мне это очень не нравилось. Не потому, что я не люблю переводчиков. Я люблю переводчиков, но они нужны, они важны для... Но это всегда продолжает встречу. Потому что я думал, буду делать ошибки, но буду говорить сам. И приехал в Петербург. Начал читать ваши газеты, слушать ваши радио. Смотреть ваши порталы. Просто каждый день я читал что-то нибудь русского. И потом взял 2 недели отпуска. Поплатил невероятную сумму в этой международной школе в Петербурге. Она есть на... недалеко на Садовой, может быть. Где 2-2 недели только говорим на русском. Спал в квартире театра «Балтийский дом». Чтобы... И это тоже было интересно. Чтобы не быть с поляками, с никаким... И говорить так... И в том мне помогло попросить издательства, чтобы мне никаких переводчиков больше не присылали. Один из моих переводчиков, он очень хороший переводчик, он переводил и Милоша, и Шимборска, и Мрошка, польских авторов, Юрий Чайников, он из Москвы. Но во время перевода я сказал один слово, он всегда 10. Он объяснял меня, друзьям, что я хотел им сказать. Но он забыл, что я понимаю, что он рассказывает. Очень хороший переводчик Юрий Чайников. Я думаю, что вторую часть «Одиночества в сети» будет переводить он. Он переводил любовницу, он переводил на Фейсбуке с новым тратно-трудные книги. Он переводил. Прекрасный переводчик. Какие есть другие вопросы? Здравствуйте. Спасибо большое за ваше творчество. Из всего того, что вечно самый краткий срок у любви. Это одна из главных цитатов «Одиночество в сети». И я хотела спросить, «Одиночество в сети» вы написали более 17 лет тому назад. И тогда было ваше мнение о любви. Изменилось ли оно сейчас? Изменился ли срок у любви? По вашему мнению. Да, я писал, да, изменилось. Я писал это, когда я был очень несчастлив. Я считал себя очень плохим мужчином. Очень плохим. И если вы посмотрите на героя «Одиночество в сети», если вы помните его, это идеальный мужчина. Он просто умный, богатый, все знает, никогда не опоздает. Он чувствительный, он просто, с ним бы хотели свадьбу и мама, и дочь. Идеальный мужчина. Абсолютно идеальный мужчина. Таких мужчин не ходят на Невском. И в Кракове, и в Варшаве тоже они не ходят. Таких мужчин просто нет. И мне это нужно будет. Таких хороших мужчин. Я думал, что если я прочитаю о хорошем мужчине, я тоже буду хороший. Но я не прочитал никогда эти книги. Это есть проблема. Я только им написал, мне нужен был такой мужчин, который есть в этой в этой в этой книге. И и другая вещь была такая, что я хотел что я хотел быть таким человеком, но это трудно быть. Он главный герой одиночества, это я его так сделал, как пазл. Взял умность одного мужчины, чувствительность другого, красоту встретил и так сделал многих мужчин одного. Некоторые молодые женщины уверяют, что такие мужчины ходят на улице ищут. Это не счастливо, потому что таких людей нет. Надо мне помогать. Я знаю, что я его так сложил. люди скучают за идеальную абсолютную релацию, отношения, в которых первая любовь будет одна на всю жизнь. И этот идеализм первой любви невероятно плохий, потому что самое важное есть последняя любовь, не первая. и надо сохранять эту последнюю, не первую. Так просто слушай в жизни, что люди развиваются с разной динамикой, и потом они не могут с собой жить, потому что они будут не счастливы с собой. И это хорошо иногда, они развиваются в разных направлениях. И это первое, но для нас, для нас славяне специально, смотрят на первое с таким идеализмом. А последняя, по-моему, самая важная любовь. Я много последних пишу в моих книгах. А изменилось, я теперь я был очень счастлив в это время, а теперь не написал бы такие книги, потому что я теперь на другом уровне. Есть такой период в моей жизни счастья теперь. и я бы не написал теперь одиночество сети. Поэтому вторая часть одиночества сети будет немножко по-другому. Я знаю, что все будут сравнять на следующую первую, но она будет о любви, но в другом смысле. Но я подготавливаю эту грусть в себя. Я подготавливаю всегда, когда я начинаю писать, я всегда слушаю музыку, которая есть определенную музыку, грустную. Никогда не слушаю Моцарта. Моцарт счастливая музыка, Шуман из Рахманинов. Они такие грустные музыки писали. Читаю поэзию, которая очень грустная. Специально ваш Есенин, просто невероятно хорошая грусть. Я слушаю музыку, которая грустная. Недавно умер человек, который я любую обожаю. Он назывался Леонард Коэн. Вы знаете, баллады. Читаю тоже польскую поэзию по-шветоцкому, Лешман и других поэтов. Неромантиков. Подготовляю эту грусть. Буду тоже подготавливать для второй части «Одинно часа» в сети. Изменилось в моей жизни много, потому что это много лет от этого момента я писал. Теперь я пишу немножко лучше, по-моему, потому что если после двадцати книг человек иначе по-другому пишет, но развивается это мой как это сказать workshop. Я в другом эмоциональном состоянии теперь есть в сравнении с тем, как я был в это время, как я писал в этой книге. Добрый вечер. Хотела бы вам сказать большое спасибо все ваши книжки начиная с 2005 года, как вы появились в России. Я росла и образ женщины, которую я видела, всегда хотела быть на него чем-то похожим, может быть, такой же грустный и вот воспринимать мужчин именно как видели они, начиная с Евы и сейчас последняя книжка для меня стала Грант и тоже для меня произвела такое же большое впечатление, одиночество в сети. Почему-то я каждый раз главную героинь сравнивала в этих двух книжках. Но у меня такой более простой вопрос. В каждой книжке у вас есть какой-то напиток. Ева пила молоко, в Гранте герои пьют водку и вино. А вы ассоциируете каких-то своих героев с определенными напитками? Так случилось. Молоко ей было нужно, чтобы не скучать. Потому что она не могла спать, а если ты напьешь тепло молока, можешь спать. Она не могла спать из-за того повода. Но мои герои пьют много. Это правда. всегда есть повод, для которых они пьют. В Гранде или в Бикини солдаты пьют, чтобы прожить эту ситуацию. Но нет какого алгоритма, почему в советское время пить водку. Тоже в Польше так было. Германия пьет все. Ответили я на ваш вопрос? Но есть другие книги, о которых я всегда очень много рассказываю о внеочерстве сетей, потому что есть другие книги, которые в одиночестве есть как татуировка на моем всегда новую книгу, я хочу ее немножко, но всегда снова есть. И теперь с повода этого продолжения я много говорю об этой книге. Здравствуйте, меня зовут Николай, я хотел бы спросить, если бы вам пришлось бы заново начать писать, допустим, сейчас в одиночестве в сети, что бы вы исключили или написали не так? Мне рассказывали, что люди, которые начинают теперь читать эту книгу, молодые люди, они смеются, что там Вишневский написал, что он рассказывает, что это сервер есть. Все знают, я писал эту книгу, когда интернет начинался, и много читателей не знал, что это ICQ, не знал, что это сервер, я это объяснял, и мне пишут, чтобы эти отрывки выбросить из книги, но я сказал, нет, это история интернета будет, и уже есть, я не написал бы эти книги так мелодраматично, как я написал в это время, мне этот мелодраматизмус был нужен, чтобы я плакал, не только читатели, потому что я эту книгу писал только для себя, а потом в конце концов она была издана, я писал для своих чувств, для своих эмоций, и это было удивительно, что мои эмоции очень похожи для эмоций миллионов людей, которые эту книгу прочитали, она просто абсолютно была писана не для коммерческого, никакого читателей, я не видел читателей, я не хотел ему нравиться читателей, одним читателем был я, и теперь это будет очень трудно, потому что я знаю, что теперь я пишу для многих читателей, которые будут эту книгу читать, но несмотря на это, главным читателем я хочу быть я, и мои чувства, мои переживания, когда я буду это писать. Это огромный фан писать эту книгу, я переживаю много во время этого. И это главная мотивация для работы над этим есть то, что мне эти книги принесут, я учусь очень много, чтобы написать книги, истории Второй мировой войны, чтобы написать любовь и другие диссонансы с Вовненко и Рада и Вовненко из Петербурга во вторстве. Много мне надо было изучать историю музыки, потому что главный герой музыкальной критики и так дальше. Если я бы книг не писал, у вас есть писать и писать, я всегда ударение писать и писать. Вы не замечаете, как трудно для иностранца писать и писать. Есть борода на бороду. Ударение так и у вас есть просто трудное, но у нас всегда в Польском есть предпоследняя силаба. И всегда ударение у вас двигается ударение. Поэтому я всегда купаю библиотеку Златоусту. Там есть ваша классика с ударением. Это мне помогает изучать ваш язык. Теперь я написал по-другому абсолютно эту книгу. И не буду ничего выбросать с первой части. Она будет историей. Она уже есть историей интернета. Вы видели в вашей жизни такие маленькие дискетки? В это время только эти дискетки были. Теперь это можно в музее посмотреть. Все имеют эти пендрайвы и другие. В интернет кафе без дискетки человек не пришел никогда. Я герой в это время. Это изменилось много. Я хочу в другой части показать сравнить эти два. Специально что интернет для молодых людей теперь как воздух. Без интернета они не могут представить жизни. Я жил так много лет без интернета. Теперь тоже мне трудно жить без интернета. Но в это время не было интернета. Началось интернет. Здравствуйте. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваше творчество. Я уверена, что большинство присутствующих здесь отношение к любви к мужчине к отношениям формировалось именно под влиянием ваших книг. На основе этих книг. Подскажите, вот ваша героинь книг ваших прототипы есть? Меня интересует именно книга любовницы. Есть у нее прототипы? Эта женщина действительно существовала? Все истории в любовнице это реальные истории. я знал эти истории перед написанием одиночества сети. Но если я бы не написал одиночества сети, бы не издали любовницы этой истории. это сборник рассказов. Я не знаю, если у вас еще есть или нет. Потому что права окончились любовницы в издательстве азбука. издательства может потому что автор и издательства издательства имеет разные приоритеты сравнения с автором. Если там права не окончились им не должно этого издавать. Но любовницы все истории трагические очень грустные несчастливые истории любовницы они случились этим женщинам. я их знаю их знал одна из них не живет больше. Но я их знал это реальные истории это просто я собрал эти истории и описал их очень тоже эмоциональные. Эта книга не называется в Польше любовница. Это русский издатель решил назвать ее по-другому потому что любовница продается лучше обещает сексуальность и это всегда не назвать это в Польше это синдром напряжения называется эта книга синдром напряжения это что случает женщинам каждый месяц перед ПМС называется я использовал это название синдром напряжения но в России рассказывали но вы знаете синдром напряжения так некрасиво и назвали это любовница а в Вьетнаме но вы знаете у нас любовниц нет синдром напряжения тоже не имеют и назвали это аритмия просто разные разные приоритеты есть но я никогда не влияю если они думают что так лучше для русского читателя вьетнамского читателя только форват назвали это так как в Польше синдром напряжения мне нравится это название потому что вы помните в каждой из этой истории есть менструация не в физиологическом смысле но в смысле события которые важны для женщины первая последняя это изменяет жизнь женщин менструация которой нет повода ребенка это очень важно и она в каждой есть поэтому эта книга называлась по-другому но в России любовница на Украине куханка тоже то же самое значит что любовница но только в Польше она и в Хорватии она по-другому называется но рекорд из Вьетнама абсолютно аритмия спасибо огромное к сожалению пришла пора нам с вами прощаться но перед тем как попрощаться и перед автограф сессии давайте сделаем так сказать селфи спасибо за внимания спасибо за забыть чтобы забыли мои ошибки я счастлива чтобы пришли и ночь вишневским боже спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте, давайте сэконом. Так, а теперь я паре секундочек расскажу про автоков-сессию. Пожалуйста, подходим вот к этой стороне, к левой, к левой, вот с этой стороны. И мы подходим к автору за автографами. Спускаемся в противоположную сторону, как раз к кассе. У нас сегодня, представляете, как дочь моя без шивки спели. Спасибо большое. Ждем от вас многое школьное спею. Спасибо. 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 Подожди, а разве завтра здесь? Да, я хочу. А, точно. Думала, он на нем, что мы это нарезаем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Я тогда вам оставлю. Как можно. Может быть вы напишите. Как вам написано. Я вам напишу. Кто это уже купил в Украине. Хорошо. Или можно тогда мы в России. Это актриса. Она тоже делает на Украине фильмы. Я не знаю. Я забыл. Как она ее называлась. Но это Украина. То значит, что в России это можно продать. И тем более это у нас короткий рейт. Да. Она хочет нормальный фильм делать. Он на метраж. Да. Я просто не могу. Это моя страничка. Помогает. Да, да. Да, да. Помогает. Что делать. Потому что у нее времени. Аментураете. Спасибо.